Мясо на решетках, шампурах и углях. Десятки разных соусов и гарниров. В Новосибирске прошел уникальный фестиваль еды и огня. За гастрономическими баталиями наблюдала Виктория Рыжих. Команды в основном корпоративные, только две из них семейные. Семья Филипповых написала целое эссе, почему именно они должны принять участие в конкурсе и прошли финал. Мы сегодня приготовили три вида шашлыка. Приготовили два, они из разных стран. Один традиционный кавказский шашлык, потому что считается родиной шашлыка Кавказ. Один шашлык экзотический, австралийский. И один, поскольку мы семья, наш по-семейному. Запахи стоят невообразимые. Столы так и ломятся от обилия явств. На приготовление блюд три часа. В каждой команде обязанности строго распределены. У нас очень жесткий отбор, чтобы не меньше 100 килограмм был человек. Условие главное было, чтобы в каждом блюде присутствовало мясо. Ну вот так вот. Говорят, вплоть до десерта. Десерт не ставили, жара такая. Мы команда три по сто! Победить нас не просто! Блюда готовы! Наступает самая интересная часть фестиваля – дегустация. В жюри настоящие профессионалы – рестораторы и шеф-повара. Итак, друзья, ну что, будем пробовать. Команда три по сто. Надеемся, что судьи по качеству будут довольны и попробуют, естественно, мясо. И сделают пометочки в своих блокнотах. Итак, все угощения съедены. Судьи удаляются на совещание. После дегустации жюри гости фестиваля. Это огня буквально заметали все со столов. Мне фантастически повезло, что остался последний кусочек мяса. Мясо начнете также бесплатно раздавать людям. Видимо, перед выборами, я думаю. Новый формат мероприятия посвящен культуре питания и отдыха горожан. Уличные фестивали пока не совсем привычны новосибирцам, но организаторы уверены – такая форма досуга понравится всем. Вот решили сделать, попробовать, так как это делается в Москве, попробовать сделать что-то в Новосибирске, первый блин такой, но тем не менее, мне кажется, все удалось. Все команды получили поощрительные призы. Проигравших в этот день не было. В любом случае, каждый освоил для себя новые рецепты. Виктория Рыжих, Василий Тополев, Новости ОТС.